Хоба, привет, с вами доктор Влад, у нас минус 14, но я надеюсь во всяком случае, что это последний мороз, потому что по прогнозу погоды завтра уже плюсы пойдут днём и ночью небольшие, небольшие отрицательные, ну-ка я сейчас вот гляну здесь, да, да, завтра днём 0, ночью минус 3, потом днём плюс 2, ночью 0 и так далее по восходящей, и это хорошо. Так, новости, не, не новости, ещё пока вот комментарий, Маруся пишет, долг в Украине благодаря Джо Байдену праздник каждый день, РНБО ввёл санкции в отношении кума Путлера Медведчука, его жены Оксаны Марченко, храни бог вашего президента, РНБО это совет, ну, Рада национальной безопасности и обороны. О, как, у меня там дальше будет ещё. Так, что тут ещё у меня? А, вот тоже интересно, меня поправили. Сдаётся мне, что российские карточки на продукты, это вовсе не аналог американских. Во всё время на такие карточки на Руси выдавались людям, чтобы они за свои деньги могли покупать какой-то минимум продуктов, в периоды их острого дефицита, заоблачных цен. Десятка яиц, килограмм муки, пакет риса на месяц, и за всё это ты заплатишь сам. Мне кажется, что так будет. А шум такой подняли, как будто людям денежную помощь будут выдавать на продукты питания. Да, правильно, я вспомнил, просто бумажечки выдаются и всё, иди сам покупай. У нас-то не так. У нас карточка есть, и вот на эту карточку покупаешь, ну, платишь с этой карточки. Допустим, на ней там 100 долларов лежит, ну, я не знаю точно сколько. Вот, и ты просто с неё платишь и всё, а эти 100 долларов тебе положило туда государство на еду. Понятно, да? А, вот тоже интересно, Зуля наша, Сирена 74, значит, отметила, шляпки, перчатки, очки – это не атрибуты американских бабушек. Помните, я вам говорил, что во Флориде две девчонки собрались там, ну, прокатить за старушек, чтобы им сделали прививку. Правильно она говорит, в Балтиморе бабули в леггинсах гуляют и седину не закрашивают. Во как! Да, это точно, точно. Ой, Наталья подключилась, молодцы, ну, правильно. Так, что тут ещё у меня? А, вот тоже Зуля пишет, в Катаре, кстати, есть продуктовая карточка, она выдаётся только гражданам, и по ней можно в супермаркете по сниженной цене раз в месяц купить мешок сахара и риса. Коробку, там четыре больших бутылки по три литра растительного масла, коробку – 96 маленьких банок конденсированного молока. Вот так, Катар – богатая страна. Так, ну и ладно, вроде всё, мы тут Матвиенко ещё заспорили. Бог с ней, с Матвиенко. В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадали шесть россиян. Авария какая-то на Сенатском полуострове, да. Вроде все живые. Хорошо, что живые. Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО. Ну, очередное его выступление. Он сделает выступление в пятницу, 19 февраля, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности. Вот так вот. США не станут делиться вакциной от коронавируса, пока не будут привиты все американцы. Вот так, ребята. Это тоже, это Байден так говорит. Так, пандемия в США поставила под угрозу 10-летний прогресс. И это уже Камала Харрис, вице-президент, говорит, что... Ну, безработица опять пошла, да. Многие потеряли работу. Угу. Да, разумные слова. Лавров описал отношения России с Евросоюзом словами Обамы. Разорваны в клочья. Да, он такое употребил выражение. Разорваны в клочья отношения. Ну, так и не надо было выгибаться. Госдеп США ввел санкции против 43 граждан Белоруссии, включая представителей правоохранительных органов. Под санкции попали белорусские лица, причастные к подрыву демократии в республике. Итак, эффективность Pfizer оказалась ниже, чем у российской вакцины Sputnik. Это в ланцете материал. Ну, что интересно, да. Смотрите, доказанная эффективность зарубежного препарата от коронавируса Pfizer составила 85%. А у российского Sputnik 91%. И что интересно, вот исследование препарата Pfizer проводилось на более чем 7 тысячах медработников, сделавших прививки в израильском медицинском центре Шеба. Опа! А у российского Sputnik где? Просто цифры прислали, 91% всего. Никаких исследований не производили. Что-то ланцет сам себя позорит, а? Да, это может всё что угодно писать из 116%. Заболевания с коронавирусом в мире упало вдвое по сравнению с началом года. Да, ребята, ну вот меньше, конечно, меньше. А дайте-ка я посмотрю, что у нас творится в Америке-то, а? Ну-ка, ну-ка. Чуть-чуть поднялось у нас в штате 2210. А тут падало до полутора тысяч. Это на шириной, показать все. И тоже немножко поднялось, падало до 64 тысяч, а на вчерашний день 78. Но всё равно было-то 300, а у нас в штате было 15 тысяч, а сейчас около двух. Ну, в день. Принц Гарри и Меган Маркл не намерены возвращаться к исполнению королевских обязанностей. Меня отрезают смутные сомнения. Мне кажется, они так вот изначально хотели. Надоело ему-то королевство, ну, в смысле, принцу. Ну, потому что, ну, это уж очень старое. Короли какие-то, да? Ну, вот так. Не, всё, они отказываются. Напомню, что сейчас пара живёт в США. В день всех влюблённых Гарри и Меган объявили, что ожидают второго ребёнка. Ну, вот будут здесь плодиться, размножаться. Молодцы. О, ещё Елизавета II отобрала у Меган Маркл все ранее подаренные королевские украшения. Ну, это считается украшением, принадлежащим королевской семье. Королевской семье. Вот. И давали назад. Ну, ладно. Чё. Какой разговор? Она ещё себе купит. Трусова и Щербакова пропустят в финал Кубка России по фигурному катанию. Это всё Плющенко. Наверное, Плющенко виноват, да? Кто-то тут выступает. Да фиг бы с ними. Ладно. Медведев обыграл Цицыпаса и встретится с Джоковичем в финале Астралин Опен. Вот это да. Вот молодец. Да, представьте, в России теннисист Даниил Медведев. Ммм. Ещё не дай бог. Ну, то есть не то, что не дай бог. Но может выиграть теперь. В финале встречается с Джоковичем. Надо же. Молодец какой. Эксперт прокомментировал динамику курса доллара. Чё? Ну, нестабильность. О, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции. Может быть, ребята. Всплеск инфляции, потому что никто не работает, друг у друга деньги занимают. Вот так. Аналитики допустили получение России 33 миллиардов благодаря росту нефтяных цен и слабому рублю. А-а-а. Россия слабый рубль помогает. Ура-ура. Вот считают, вот, в какую-то ерунду, да, как Путин говорил, что какое вам дело, да, доллара, вы в рублях всё получаете. И вот здесь вот тоже вот цифрами манипулируют, да, слабый рубль – это хорошо. Да, вот, смотрите, СНБУ Украины ввёл санкции против Медведчука и его жены. Да, введены за финансирование терроризма. О, как. Да, Мадуро проинформировал Путина о ситуации в Венесуэле. Ой, ёлку. Тоже ведь никак не скинут его, этого Мадуро, да? То же самое, что и в Беларуси. Ёла-пала. Захарова рассказала о роли Запада в отравлении Навального. Чё-то я анекдот тут, как на неё смотрю время от времени, анекдот вспоминаю, как Маша одна пошла в хоз товара, взяла в руки баллончик с дезодорантом, начала читать и по привычке обкакалась. Ну, вот это Маша, как раз про неё. Так, учёный представил вероятную на 99,9% версию появления коронавируса. Ну-ка, ну-ка, утечка из лаборатории в китайском Ухане. И это учёный из Германии, профессор. Хм, интересно. Турист с переломом пропал в горах на неделю и выжил благодаря собаке. Собака с ним была, и она не давала ему, в общем, умереть, короче говоря. Вот так. Была сломана лодыжка, он находился в сознании. Путешественник рассказал, что именно компания его пса помогла ему выжить. Во, как, ребята. Да, ну, с собакой там всё-таки хоть с кем-то веселее. Ну, нашли его с вертолёта, да. Лежал у ручья в листьях. Его нашли только благодаря блеску его спасательного фольгированного одеяла. Блестит, да. Так вот, ребята. Скатывающиеся с крыши во время уборки снега дворники попали в Москве на видео. А, вот это, да, катятся с крыши один, второй, ну, правда, не упали. Ну, как-то это странно, ребята. А чё, у вас верёвочка должна быть? Нет, нет верёвочки. Без страховки, несколько этажей. Ранее сообщалось, что в Москве из-за сильного снегопада появилась новая услуга. Откопать автомобиль обойдётся в среднем в 820 рублей в час. Мрак. Перенесший пять клинических смертей за ночь, москвич служил на подлодке Курск. Вот он на ней служил в своё время, ну, видимо, не в тот момент, конечно, когда она погибла, да. И вот ему стало плохо, ему 47 лет. Проблемы с сердцем. Вызвал скорую, а у него уже наступила клиническая смерть. Медики его вытащили. По дороге в больницу ещё две клинические смерти и в отделении реанимации ещё одну. На операционном столе мужчина перенёс пятую клиническую смерть. Это всё за одни сутки. В настоящий момент пациент пришёл в себя и восстановился после произошедшего. Боже мой, боже. Так, Apple занялась изучением 6G или 6G, это стандарт связи нового поколения. Я не уверен, что пять-то у всех есть. А уже шестой. Ну, будут опять вышки ломать. Да, вы знаете, ломают вышки, потому что эти вышки, они парникают, там лучи и так далее. Склонявший подростков к допингу, российский тренер избежал наказания. Это все родвинские. Тренеру удалось убедить подростков, что для улучшения результатов им необходимы запрещенные препараты. Использованные шприцы, флаконы, ампулы он тщательно прятал и забирал с собой. За это 50-летний мужчина был признан виновным, однако не был наказан за стечение срока давности. Во как! ФСБ задержало россиянина по подозрению в госизмене. Да как-то много изменителей стало, а? Вообще-то. Криптовалюту россиян начнут отслеживать, ребята. Это да, какой-то это. Специальный сервис, прозрачный блокчейн, созданный Росфинмониторингом. Да, будут смотреть, уже есть уголовные дела. Понятно, да? Украина резко снизила зависимость от России. И в чём, в чём, ну-ка, импорт снизился на 35%, а экспорт составил только 5,5%. Ну, так и надо, ребят. Ну, война же идёт, ну. Какой разговор? Главным торговым партнёром Украины остается Евросоюз, на который приходится 40 с лишним процентов торгового оборота. Так. Российские мужчины назвали самых любимых писателей. Ну, как-то Фёдор Достоевский и Стивен Кинг. Ну, 65% заявили, что читают ежедневно. Чё-то я сомневаюсь. Не, ну я про Достоевского уже говорил это. Я его не люблю. Все плачут, страдают. Стивен Кинг, ну, ужастики. Мне Стивен Кинг не особо нравится. Знаете, почему? Да, он мастерски пишет, но у него, как правило, нет хэппи-эндов. То есть плохо-плохо-плохо, а в конце совсем плохо все умирают. Вот, не знаю. Мне, вот если бы меня спросили, на вскид, ну, кто? Ну, Стефан Цвейк, наверное, да. Из всех, ну, тех вот старых, популярных. Вот такие дела. Ладно. Так, российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио и Пекине под эмблемой ОКР. ОКР. Я не знаю, что такое ОКР. О, какие раздолбали. Наверное, я не знаю. ОКР, да. В Москве пройдет опрос об установке памятника на Лубянской площади. Дзержинского или Александра Невского. Ну, вот кого-то из них. Да. Ну, площадка-то осталась. Святое место пусто не бывает. Наш мир может быть просто картинкой в нашей голове. Интересное размышление профессора Черниговской о мозге. Профессор Черниговская призналась, что сомневается в реальности окружающего мира. Она даже смогла доказать это научно. Ну, ребят, в матрице живем. Да, вот время от времени такое появляется. Ладно, я не буду углубляться. Это такая тема. Но я верю в это временами. Бавария может в полном составе уйти на карантин из-за коронавируса. Ну, это футболисты, если что, да. Два положительных теста. Томас Милля и Бенджамин Павар. Вот так. Вот если они уйдут, а кто будет играть? Мусоросжигательные заводы оказались не по карману для России. Слишком дорогие. Ну, будут на мусорный полигон, что, свозить куда-нибудь. В деревню к тетке, в глушь, в Саратов. Метеоролог предупредил россиян о глобальном похолодании. На территории России происходит серьёзное изменение климата, которые в будущем грозят глобальным похолоданием. Будет холодно. Слишком холодно на дворе. О, выпускают, ну, собираются, во всяком случае, Бугатти-внедорожник. Ха-ха-ха. Это, ну, как, я не знаю, там, туфли с каблуком для ходьбы по болоту. Вот теперь Бугатти будет внедорожник. Кто на Бугатти поедет вне дороги? Непонятно. Нас избавят от российского гражданства. Неужели так повезёт? Да, ребят, у меня есть российское гражданство. И для того, ну, парень пишет, но я просто рассказываю своими словами. И для того, чтобы от него избавиться, нужно ехать в Вашингтон. Нужно ехать в посольство российское. А тут вот он пишет, Хагард, как хорошо, написал какую-нибудь фигню, да? Вот, ну, в соцсетях. И тебя, кстати, и вытянуть сразу. Да, вообще-то это было бы здорово. Насколько проще, вот он пишет, написать в Твиттере и ФБ призывы к санкциям и быстренько лишиться гражданства РФ, чем проходить адскую волокиту по отказу от него. А тем, кто только что получил рабочую или учебную визу, но ещё не имеет греньки ПМЖ, можно будет получить беженство. В кои-то веки рос власть и придумали что-то полезное. Так, это что? А, отменяют наследие Трампа. Вот что, это уже на живом журнале. Что Байден, значит, отменил Трамповское? Прекращено строительство стены на границе с Мексикой. США согласились сохранить СНВ-3. США вернулись в Парижское соглашение по климату. Отменили антимусульманское миграционное законодательство. И так далее, и так далее, и так далее. Пентагон уже не выводит войска из Германии. Вот тут длинный список, ребята. Вот так. Трамп наслесарил, а Байден за ним подметает. Обвинение попросило приговорить к 10 и 13 годам лишения свободы двух бывших следователей ФСБ. Они обвиняются в вымогательстве почти миллиона долларов у бывшего руководителя господприятия издательства «Известия». Вот это да. Он был приговорён к шести годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В «Известиях», да? По версии следствия, двое бывших сотрудников ФСБ требовали у чиновника деньги за то, чтобы его дело рассмотрели в суде в особом порядке и назначили условный срок. Вот так. И тот сидит, а они сядут. О, ребята, женщина погибла под рукнувшей торговой палаткой в Нижнем Новгороде 19 февраля. А что, рухнул снег, наверное, да? Ай-яй-яй. Палатка наша маленькая. Ну вот не повезло как. И опять про женщину. Медведь укусил женщину за ягодицу в уличном туалете. Бах! И где? Ребята, это не в России. Это Аляска. Аляска отправилась в туалет на улице. За городом это всё. Вот загородное юртого озера. Вечером женщина отправилась в туалет на улице. Как только примастилась на сиденье, её укусили за ягодицу. Она испугалась. И там медведь. Вот это да! Ужас, ужас, ужас. Вот такие дела. Ребята, у меня на сегодня всё. Ну, на данный час. Но мне Елена прислала тут роликов несколько штук. Я их рассмотрю и запущу обязательно. Интересно. Всего хорошего. Пока. С вами доктор Влад. Ребята, а я, пожалуй, запущу сразу один ролик. Это наша... Опять у нас. У нас сплошные Елены. Елена Монтеррубева. Она живёт в Калифорнии. Ну, вот посмотрите. Первый ролик я просто на ура запущу. Тут ещё несколько штук. Чего-то такого подобного. Ну, всё. Пока-пока. Смотрите ролики нашей новой Елены. Тебя зовут. Иди. Белка изнервничалась. Ищет везде. Иди, подойди к Белке. Нот на флоре. Я не знаю. Нот на флоре. Нот на флоре. Мурзи Белка почти на полу. Беги. Иди. Нот на флоре. Иди. На флоре. Продолжение следует... Продолжение следует...